всем привет давайте посмотрим что нам дарит epic games на март 2022 года давайте начнем и первый из них это у нас велосипед с анимациями тут имеется парочку анимаций сейчас давайте посмотрим на них запустим анимации конечно так скажем скорее всего при наложении друг на друга будут чуть-чуть отличаться особенно вот посадка допустим и стойка да представьте что между стойкой и движением уже анимации нету то есть нет толчка нету ничего такого но есть принципе только движение в основном так еще нет здесь анимации типа падения или бросания велика еще что-нибудь такого хитбоксов который при урона на велике так далее какие-то в общем возможно что-то сделать но не совсем прямо красиво теперь давайте посмотрим вторая у нас брыджи с мосты издалека выглядит хорошо красиво но если смотреть ближе это не очень все красиво даже смотрятся загрузим посмотрим что нам удастся это это мосты чисто для того чтобы поставить их где-то вдалеке можно вот эти фонари оставить да то есть они будут светить ну как видите с ближе ближнего расстояния это смотрится прямо отвратительно материалы подобрана в некоторых случаях более-менее вот допустим асфальт еще как-то выглядит как асфальт ладно представим что так бетон ну представим что тоже выглядит аналогично здесь у нас троса нормально куда-то уходит внутрь здесь троса так вообще просто на воздухе висят то есть не было никаких конструкций которые типа держат их хотя можно было что-то сделать подобное если посмотреть дорога то она везде однотипная но здесь вот только лишь разметка увеличена столбы одинаковые трасса одинаковые только материал другой и чуть-чуть другая модель в общем эти мосты чисто для того чтобы где-то визуал на заднем фоне подать красивый как раз таки которые вот тут нам показывает что это все красиво особенно первая картинка их не третий у нас ресторан который выглядит в принципе приемлемо загрузим его тут есть цена а стена б чем они отличаются вроде бы наверное ничем но если только скорее всего цветом да я загружал сцену а там просто это сами стулья были другого цвета вот эти стойки вроде как другого цвета ну то есть здесь дополнительные материалы применены и прям светится да это пестрит как то вот это все бликами так скажем даже не бликами точки видны дисперсия как называется вроде бы она но так чисто на визуально поставить сюда возможно подойдет давайте включим окна у нас красные это понятно это прозрачность здесь и везде все зеленое соответственно все правильно подобрано все более-менее по сетке ну очень очень все нехило то есть здесь не особо экономили полигончики если чисто вот такой вот небольшой отрезок дома то в принципе все вытянет все отлично если вы будете еще что-то накидывать здесь блупринты то скорее всего начнет чуть-чуть проседать фпс насчет фпс давайте посмотрим ну да прилично возможно существуют лоды можно даже проверить ну да не настроены так что на для стульчика 45000 треугольников и 23000 вершин это слишком много так здесь у нас следующий следующий у нас гринвуд фэнтези вилдж все кстати красиво все в одном стиле сейчас мы это посмотрим так это вот это загружаем давайте посмотрим ночную я не загружал не видим как она выглядит я только день смотрел запустим так но чисто поменяли скай сферу цвет чуть-чуть луну в синий так скажем не луну даже это солнце светит просто его синий цвет и по теням немножко запекли наверно так все красиво выглядит единственное что если залететь в дома давайте сделаем это они пустые в них нельзя будет зайти что в дома если мы залетим чуть чуть повыше вот та же самая кстати которая уже смотрел маяк он тоже пустой здесь чисто только визуально внешне смотрится я просто смотрел вот эту штуку думал как она реализована и потом принцип понял что это чисто материалы здесь мышь в определенном виде и материал движущийся так имеется какие то вилы доски колеса стога сена но дома принципе заборы и вот это фирменная лавка да чисто вот минимальная игрушечку можно сделать такую с видом видом сверху и небольшой истории там допустим какой-нибудь стоп-даун шутер можно даже не шутер просто типа зельды в общем как видите фпс у нас нормальный просадки только при загрузке если залететь повыше но здесь я предполагаю воды скорее всего есть все таки если перейти на дом нет воду в нету но видимо так то в принципе здесь если дом 1300 треугольников это вообще практически ничего лоу поле следующее у нас это плагин дополнительный он создает мини карту кстати можно заюзать посмотреть как это все но где то здесь есть вроде описание так я не вижу но видимо и кстати здесь имеется получается как он туман войны судя по фотографии изображения его тоже можно по юзать посмотреть здесь в общем как делается по данному скриншоту можно понять что вот ваша карта вы делаете скриншот соответственно перекидывайте его в фотошоп накидывайте необходимое изображение чтобы камеры сверху вот так вот у персонажа не водить потому что это съедает фпс то же самое просчет всех получается мешей и так далее да лучше просто загрузить картинку и получается что персонаж определяется в этой скажем части карты и соответственно уже отображается на мини карте нарисованной мини карте как большинство игр в стиле гта в принципе возможно они так же делали далее у нас идут бесплатные которые нам предоставляют это визуальные эффекты очень в принципе красиво выглядят есть те которые можно даже использовать обязательно берите здесь вода искры огонь большая часть в принципе очень хорошо выглядит как насчет прожорливости надо будет смотреть что у них по количеству вот кстати туман и дым скорее всего будут съедать потому что соответственно там прозрачность есть ну вы это понимаете далее у нас есть специальные материалы для игр так такого внешнего вида ну как потестить принципе мне кажется пойдет большая часть я в принципе все забираю смотрю далее здесь у нас блупринты которые подключаются к веб сокет у как раз таки для всяких действий передачи данных на сервер сервера получения хорошо ли он работает то же самое если у вас есть сервер попробуйте проверьте сейл форс это блупринты и подключение к сейл форс если я не ошибаюсь это какой-то облачный что то что то облачное я не особо смотрел что это такое видимо от подключение к аккаунту веб-сайт что то там есть в общем такое мне не особо интересно было я в принципе не загуглил даже что это такое давайте пробьем crm-система предоставление заказчиков модели сас что это более конкретно непонятно и jt и динамикс фанрил судя по отзывам один пять плюс второй три плюса и третий один плюс но это как-то непонятно что здесь представляет из себя эта штука предположительно показывает блупринты как взаимодействие предметов допустим захватить ствол дерева допустим подъезжаете горки там загрести какую-то часть в общем то же самое здесь какие-то непонятные отзывы Valley of the essence это от эпиков здесь материалы модельки и в общем с их него ролика где они предоставляли Unreal Engine 5 как раз таки вот с этой девушкой в общем вот эта карта нам бесплатно предоставляется и вот этот персонажик который уже кстати мы должны были получить вроде бы или нет или вот как раз таки он и является багснак это что это такое мониторинг ошибок и управление стабильностью приложения какого приложения видимо какой-то внешний какой-то внешний ID или как он звучит который в принципе отслеживает действия и пересылает все на сервер а далее вы смотрите проблемы скорость взаимодействия куда передвигались персонажи или допустим то есть люди тыкали по виджетам и так далее здесь у нас карьера в моде предполагаю просто скелет и на который одеваются одежды в общем это тоже курс онлайн который в большом количестве уже мы в принципе брали в предыдущий раз здесь у нас actor acceleration плагин в общем плагин взаимодействия с предметами с актерами предметами который в принципе мы делаем с помощью blueprint интерфейс здесь видимо она уже дает более легкое взаимодействие 4.25 4.27 почему-то только Unreal 5.0 а на заднем фоне на скриншоте виднеется здесь здесь у нас плагин для VR я предполагаю что не у всех он есть в общем если необходимо берите гейминг хэптинг квест что-то тоже подобное AR VR ну да это VR инструмент взаимодействие что-то и какой-то таксильные вибрации видимо смотрите у них костюмы ово и видимо какие-то взаимодействия через костюмы делают аудио драйвинг геймплей звуковой геймплей это тоже самое онлайн обучение тоже предоставляет здесь нам какие-то действия виджеты секвенсеры которые возможно вот здесь в принципе показывают как взаимодействие все происходит но эти обучающие курсы надо смотреть прям внутри кода что они тут делали и как делали далее у нас улучшение рабочих процессов C++ и с использованием данных что из себя это представляет конечно только лишь человек который изучает C++ может понять ну в общем здесь то же самое это проект обучающийся видимо надо очень ковыряться но опять-таки все кто знает C++ ведение виртуальной кинематографии снова онлайн обучение видимо видимо как расставить камеру как создать как синематик который будет красиво выглядеть и в общем показать как расположены камеры и так далее в общем здесь очень много теории и практики продвинутый набор навыков для создания окружения небольшой домик предположительно честно говоря здесь непонятно что нет особо никакого описания особо выгрузить не хотелось конечно потому что все это очень много весит это все большое количество времени занимает ну и последнее у нас это плагин telegram message хорошая штука скорее всего надо протестировать где-нибудь вы можете из своего проекта представим что эта игра отправить какое-то сообщение либо номер телефона контакт да здесь написано message contact location location and text допустим вашу локацию и какой-то текст допустим если вы играете с каким-нибудь своим другом в игре встроен вот этот плагин он допустим своему знакомому отправляет сообщение тот где-то на другом конце мира получает его и такой ага я понял куда идти и типа сейчас жди меня в общем вот такая вот штуковина протестировать конечно хотелось бы один отзыв и то не особо а нет кстати положительный отправлять фото давайте посмотрим в дальнейшем планируется отправлять фото аудио документ стикер видео и голос если они это все замутят это будет шикарно в принципе да вы можете прям в игре записать сообщение там нажать выбрать виджет записать сообщение отправить знакомому там типа вот смотри фотографии там и голосовым сообщением там типа посмотри как круто я прошел игру в общем вот это все нам дают на февраль если у вас есть какие-то вопросы пишите в комментариях а на этом все всем спасибо и пока